Александр Григорьевич, прежде всего, с праздником всех нас, с открытием такой замечательной поликлиники. Но у меня вопрос не праздничный, он актуальный о ценах. Я как владелец жили не мог не отметить вашу критику, потому что она подорожала и достаточно существенно. И после вашего замечания госконтроль проверил, резервы нашли, ценник спустили. Пока на 15%, что будет дальше, мы посмотрим. А вот что касается других категорий товаров, понятно, когда доллар поднялся, цены тоже поднялись, но когда доллар вернулся и откатился назад, по многим позициям цены остались такими же. Вот что с этим делать? Ну, будем делать все, что возможно, нас же все рыночниками. А вот он рынок, видите, как регулирует, может отрегулировать так, что будем в магазин ходить, как это когда-то было, как музей. Посмотрели, ничего купить не можем, вот вам и рынок. Поэтому будем, прежде всего, контролировать эти процессы. Ты правильно сказал, подскочил доллар, ну ладно, там импорт и прочее, поднялись цены. Мы импортозависимые по многим позициям. Доллар упал. Ну, почему же продавцы там и поставщики не привели цены в соответствие с долларом, если они ссылаются все время на доллар? Не привели. Вот вам и рынок. Поэтому будем контролировать и спрашивать будем жестоко. Знаете, здесь есть объективная вещь. После введения разного рода санкций, во-первых, или даже во-вторых, а во-первых, пандемия, которая подхлестнула инфляцию, если ты слышал, я об этом говорил, денег море напечатали. Вот это способствовало повышению цен. То есть мы завезли инфляцию со стороны. Добавьте к тому, что изменилась логистика. Если мы напрямую раньше взяли у производителя эти запчасти, комплектующие, привезли, сложили, оплатили. Сейчас и с оплатой логистика изменилась, и с поставками и так далее. Это повлияло. Это объективная вещь. Но есть и субъективная. В этой ситуации надо изыскивать нормальную логистику. Да, она будет немножко дороже. Поставки туда-сюда. Оплата. Немножко. Но не на половину. Не на 100% дороже. Почему? Потому что здесь производитель, он решил, а чего там особо переживать. Я произведу меньше. Причина повышения цен есть. Логистика там, кто-то хочет, не хочет. Придумают. Меньше произведу, за большую цену придам и буду в шоколаде. Так не получится. Если кто-то так думает прожить этот период. Поэтому вот это мы должны четко отслеживать. Что касается Джили, это не главный вопрос. Ну, ты не бедный человек, коль ты покупаешь автомобиль. Хотя он уже у нас не средство роскоши, действительно, а средством передвижения стал. И почему я уцепился за этот автомобиль? Ну, я сам когда-то был таким, как ты. Я мечтал купить автомобиль. Ну, это все. И до сих пор за рулем езжу. Я понимаю, что это такое для человека. Ну, и вообще это недопустимо. Поэтому я привел этот пример. Но таких примеров предостаточно. И это был сигнал. Если те, а услышали меня миллионы, если не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой. Хватит ссылаться на логистику и какие-то рыночные отношения. Давайте по-человечески будем строить бизнес. И государственных предприятий, и акционерных, как это жили, и частных предприятий. Поэтому в ближайшее время ты увидишь, что будет с ценами. А как вы думаете, достаточно ли евросоюзникам шестого пакета санкций, чтобы положить собственную экономику, или остановиться и подумать, либо надо им еще? Ну, мне трудно сказать. Скажу только одно. Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Ну, возьмите, к примеру, я не беру же эту Польшу, хотя можно, ну, Литва, Латвия. Слушайте, ну, они же не только себе в ногу стреляют, как вы говорите, они уже в голову, прострелили себе голову. Ну, ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции. Вот мы сейчас закроем, белорусам будет хуже. Да, нам будет хуже. А вам? Вам еще хуже. Поэтому все в голове. И шестые, и седьмые пакеты. Ну, вот, до шестого пакета дошли, и некоторые там, кто в этом еще понимает, типа премьер-министра Венгрии, останавливаются, думают, господи, что мы натворили? Надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем. Они и так рухнут. Вот посмотрите, год, и потом пойдет обвал. Или смотрите, через месяц они считают, что начнется обвал в деревообработке. И так будет везде. То есть разрушены все мировые эти логистические связи, производственные связи, нарушены. Думаю, что остановятся. Уже полпакета приняли, завтра уже, думаю, некоторые говорят, на паузу сделайте. Ну, хорошо, пусть сделают. Американцы далеко, вы понимаете, им надо уничтожить не только Россию, Китай, им надо в узде держать Европу. Потому что Европу замахнули совсем недавно, сейчас процесс продолжается, уже нынешний канцлер Германии об этом открыто говорит, по-моему, в Нидерландах референдум прошел, они уже за автономию в обороне. Как только они заговорили о самостоятельной армии, они богатые, они создадут нормальную армию. Американцы задрожали, ну как? Тогда, может, и НАТО не надо будет, но, по крайней мере, не столько войск надо американских, как когда-то евро. Европа увела евро, вот тогда они стали врагами Америки, доллару. Так и здесь. А это главное, вопросы безопасности. Поэтому, я думаю, самый идеальный вариант для Европы, я же уже опытный политик, могу сказать, самый оптимальный, это единство с Россией и создание огромного центра силы, технологичный Запад, ресурсная Россия, ну я имею в виду постсоветское пространство, это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнились. Но безмозглые в этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерная, боеголовки, все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу. Но смотрите в этой связи, что происходит. Американцы всегда хотели ослабить Европу. Трамп вообще разрушить решил. Оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клеш и Европу. И эта бедная Европа крутится, вертится. Вы же сильные технологические прочие. Ядерная держава. Франция. Германия мощная. Да оторвитесь вы. Договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, с нами и Америка. Нигде не денутся. Утихомирятся, успокоятся. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам. Ну а Польша вы видите. И туда, и сюда, и примем беженцев, и не примем. И деньги дайте, и через нас деньги в Украину. И уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Но оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между зеленским и военными, украинскими военными, начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику. Завтра некому будет воевать. А территориальная оборона не заменит вооруженные силы. Военные это видят. И они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать Запад. Поэтому у них начинается вот это противостояние между президентом и военными. И я уверен, военные снесут голову любому. Украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому. Особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь самостоятельную, вольную Украину. Они не хотят, чтобы там не только русские белорусы не были, но и поляков не было там. И они снесут голову всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом уже сказал. Смотрите, сбывается. Я же тогда, помните, сказал, еще к нам и к россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину. И это будет. С поводу Украины. Люди просили передать вам слова благодарности за то, что вытащили оттуда наших белорусов-дальнобойщиков. Спасибо вам. К вопросу об Украине, о той спецоперации. Мы знаем, что и вы в публичном пространстве, в том числе, давали распоряжение помощи. Ну, я же вам пообещал. Вы помните, месяц назад я сказал, не заставляйте нас проводить спецоперацию. Поэтому хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Мы частично видели, наши коллеги сделали фильм «Дороги домой». И все же там далеко не все подробности, которые хотелось бы знать. Может быть, вы можете нам что-то рассказать. Нет, я что-то могу, что-то не могу. Я просто вам концептуально могу сказать, что спланировали эту операцию. Вот новое то, что не прозвучало в этом интервью, скажем так, и в этом фильме, новое было то, что было несколько вариантов. И один из вариантов был очень острый. Но обошлось без стрельбы. Даже этих ребят, которые планировали операцию, руководили, недавно награждал, мы не можем их показать, лица, потому что они действующие разведчики. Так и это мы не все можем сказать. Но главное же не это. Главное то, что мужики вернулись в свои семьи. Придет время, что-нибудь расскажем потом. Я просто, если можно, в тему продолжаю, Александр Григорьевич. Вот по поводу этой операции, да, то есть мы, по большому счету, ведь проводили операцию впервые на территории воюющей страны. Но мы перестали скрывать, в общем-то... Очень короткий промежуток времени. Очень короткий промежуток времени, да. Это было тяжело. Но, в общем-то, у нашей разведки славное прошлое, настоящее и будущее. Как вы думаете, может быть, раз мы уже перестали скрывать, что мы можем, умеем и сила у нас есть, может быть, по списку террористов, которые есть у нашего КГБ, может быть, нам отдельных лиц принудительно возвращать домой? Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время, посмотришь. Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу. В последние дни наши доброжелатели так активно разгоняют тему создания в Беларуси народного ополчения. Вот неделю назад это министр обороны рассказал о готовности выполнить это ваше поручение. И все, они забились в истерике, они пугают людей. В Беларуси за неимением лучшего будут созданы какие-то отряды пушечного мяса. Вот можно ли как-то поподробнее рассказать об этом проекте, что это за ополчение и почему оно понадобилось сегодня? Значит, по народному ополчению. Знаете, что меня подтолкнуло к этой идее? Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты, если это твой дом. Это услышали, видимо, в Украине. Но вы видели, как они раздавали оружие? Этого быть не должно. Все наши территориалы, они приписаны в батальоны, полки организованы. Мы знаем их фамилии, мы знаем, все знаем их данные, и оружие им заготовлено. На каждый батальон, на каждый район. Вот Украина опять опыт. Оказалось, этого недостаточно. Не хватает людей. Они берут людей, 60-70 лет, то есть, что ходят, оружие дают, на здоровье, иди на фронт. Пушечное мясо. Пришли, его застрелили. Он уже не умеет пользоваться этим оружием. Я подумал, что нам, на всякий случай, надо при каждом сельском совете иметь вот это, назвал я его народное ополчение, эту группу людей. Это будет немного. Ну, может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения. Они взяли свой автомат. Это в основном автомат, гранатомет, пистолет. Что, они на танках будут ездить? Нет. Вот, чтобы могли защитить свой дом. То есть, какой-то аналог партизанского движения такого организования? Оно может превратиться и в партизанское движение. Может открытый характер иметь. А может и превратиться в партизанское движение. Народное это ополчение может быть резервом для территориальной обороны. Я вам больше скажу. Вчера я не зря пригласил Игоря Шуневича, военный человек. Давай-ка, дорогой мой, хотя бы тысяч пять. Это отличные стрелки. Отличные. Мы подумаем о том, как их довооружить. Он говорит, нет, не надо. У нас все есть. Пять тысяч. Твоя задача. Будешь как главнокомандующим этим корпусом. Или бригадой. Задачи понятны. А совсем недавно, наверное, вы знаете, я поручил МЧС. Ребята здоровые, красавцы, мужественные. Ну, из тех тысяч, которые пожары тушат и прочее, и другие, вы можете две тысячи сформировать? Пришли, посчитали, можем больше, и больше пока не надо. Вот две тысячи, мы им уже оружие, все, выделили их, начинаем готовить. Как только что-то начнется, кнопку нажал, две тысячи там, пять тысяч этих. Понимаете вот смысл этого? Это не просто от балды что-то сделано. Это все от земли. Ну, пусть люди учатся владеть оружием, которое, не дай бог, конечно, вдруг пригодятся. Вот пример Украины. В социальных сетях то и дело натыкаюсь на объявления, где предлагают помочь с получением военного билета, не проходя службу в армии. Вот не пора ли начать проверку таких фирм? Я хотела просто обратить ваше внимание, что есть такая проблема. Это фейки в основном. Проверяем. Ну, получил ты военный билет. Но мы тебе все равно обнаружим, ведь все военные, обязанные военные, они приписаны в военкоматах к каким-то частям. Рано или поздно это вылезет. И не дай бог, не дай бог, этот факт станет реальностью. Вы знаете, что будет? У нас пока нет фактов, что кто-то кому-то выписал военный билет. Но я говорю, не дай бог война, не дай бог война, и у тебя будет муж, который вообще не может тебя защитить и твой дом. Зачем такой мужик, который не может отличить пистолет от автомата? Александр Георгиевич, хотела спросить у вас, на ваш взгляд, как сегодня работает информационный спецназ в Беларуси? Насколько вообще работа в информационном поле проводится настолько, чтобы предотвратить зарождение радикалов и таких событий, как сейчас на Украине? Ваша оценка? Плохо работаем, поэтому недавно Минобороны был и недавно я проводил совещание по поводу вот этих информационно-психологических и прочих каких-то там операций и так далее. Пока мы вот не дотягиваем. Все вы будете заниматься честно этим. Мое требование было одно. Это не должны быть фейки. Должен быть реальный факт в основе лежать. И мы психологически должны, особенно журналисты, не только специалисты определенно, научиться работать. И мы сейчас формируем вот этот спецназ, как ты говорила. Но без вас мы ничего не сделаем. Сила в правде. Понимаете, вот все равно, если правда, через тяжелые испытания и прочее, но все равно правда побеждает. Александр Григорьевич, сейчас непростая ситуация во всем мире. И вот накануне, на днях, буквально председатель Европарламента заявила, что не исключено, что мир столкнется с настоящим голодом. О причинах много уже сказано. Вот на ваш взгляд, пути разрешения вот этого глобального продовольственного кризиса. Какие могут быть? Вот я понял твой намек, связи с этим зерном. Слушай, 20 миллионов тонн, если они там еще есть. Это на какое-то время. Но главная проблема, освободят в Украине склады для нового урожая, если он будет, и заберут последний кусок хлеба у украинцев. Понимаете, они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Поэтому тут не в хлебе дело. Но это не решение проблемы. Проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени всю Африку. Они работают на них за копейку. Вот в чем главная причина. Неравенство этого. Поэтому надо раскошелиться не на оружие европейцам, американцам и прочим, и китайцам, и россиянам богатым, а вложиться в эти страны. Создать там нормальную ситуацию. В Африке все может расти. А пандемия и локдауны, и печатанные как следствие денег, привели к тому, что пошла эта инфляция. А вот эти конфликты, пшеница поставляющих стран, они усугубили ситуацию. Вот в чем проблема. И сейчас все ищут логистику. А где? А как? Я просто смотрю, Гутерреш должен звонить, Ген Секуон, как раз вот по этому вопросу. Пожалуйста, мы можем поговорить. Кто против? Вот самое лучшее направление, мы с Путиным определили пять. Беларусь. Пожалуйста, мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке. Детского питания нет в Соединенных Штатах. Что это за страна? За сутки можно было решить. Но ее надо решать. Никто не решает. Поэтому мы не против. Везите через Беларусь. Ну, ребята, компромиссы должны быть. Мы вам, вы нам. Почему мы должны искать где-то порты для того, чтобы свою продукцию, в том числе минеральное удобрение, поставлять? Давайте открывайте порты, будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицы. Ну, безумцы. С голодом столкнулись давно. Миллиард голодает. А завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, в том числе Америка, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. Потом надо ее решать. Вопрос по теме санкций. Социальная сфера напрямую связана с экономикой. И, слава богу, у Беларуси принимаются все меры для того, чтобы не почувствовали белорусы вот этого влияния санкций на себе. Но в то же время у многодетных есть некоторое опасение, что, возможно, из-за санкций господдержка будет уменьшена, материнский капитал, строительство жилья. Стоит ли нам опасаться этого? Абсолютно нет. Если вдруг что-то и произойдет, то не с детей же надо начинать. Есть где подсократить чего-то, но не с детей. Мы поддерживали и будем поддерживать многодетных. Это вне конкуренции. Это защищенные статьи, как их называют. Я тоже об этом говорил. Мы будем делать все. Вот надо опять, оказалось, поликлиник в Минске достроить в этом следующем году, и проблема снимется. Они уже на стадии выдачи в эксплуатацию детских. Мы снимем всю проблему. Последнее мы отдадим детям. Александр Григорьевич, вот как раз хотелось бы поговорить о детях. Беларусь, один из брендов Беларуси является как раз миротворческая наша деятельность. Это и переговоры в Минске по Украине, и ваша инициатива по Хельсинки-2. Мы видим, что сегодня санкционный бумеранг, как вы уже обозначили, смел с американских полок детское питание. Как вы считаете, можем ли мы выступить с инициативой по оказанию гуманитарной помощи детского питания американским детям? Несмотря на наши напряженные политические отношения, дети определенно здесь ни при чем. И даже если вдруг американская сторона как-то отреагирует резко на это, это уже и с детям. Поддерживаю твое предложение, оно от народа. Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Точка. Можете довести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, у нас хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси и прочее. Мы можем поставить и помочь. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки. Это в качестве гуманитарной помощи? И гуманитарной, но я думаю, они не бедные, и купить смогут. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.